И тот согласился и сказал, только вы меня слушайтесь, а не то выйдет огонь из Терновника и спалит даже кедры ливанские. Какая мораль этой истории? Мораль этой истории очень простая и ясная. Порядочный человек в цари не пойдет. Вот такая совершенно антицарская... Поэтому в Библии, понимаете, Библия интересна не как некий свод знаний, Библия интересна как вот этими неожиданными находками. Мы вдруг открываем для себя страшно любопытные вещи. Но по этой причине в результате мы не можем категорически утверждать, например, что царь Соломон и царь Давид исторические персонажи. У нас не осталось никаких надписей от этих людей. И они не упоминаются ни в одном документе за пределами Библии. Увы. Правда, в последнее время, где-то лет 20-30 назад, была найдена стела, сильно побитая, к сожалению. У нас с документами очень плохо. Мы называем это закон всемирного свинства. Если находится какой-нибудь документ, то он всегда будет поврежден и всегда на самом интересном месте. Обязательно. А если находится дубликат, бывают дубликаты у них, даже не по одному, они всегда, и вопреки всех теориям вероятности, будут повреждены на том же самом месте обязательно. Ну вот тут, значит, показав эта стела, она произвела сенсацию, там упоминается дом Давидов. Вроде бы упоминается, она сильно побитая, но можно читать и так. Вот это единственное, что мы знаем реально о первой исраильской династиции. А начиная, как я уже сказал, где-то с 8 века, только в пренаписанных ассимийских источниках, там встречаются израильские цари и все такое прочее. Поэтому все вот такие вещи, как, ну, история Юдифи и Аллаферна, вы, наверное, конечно, все знаете, да? Которая отрубила голову этому самому, значит, пришедшему завоевателю. На самом деле это, конечно, просто роман, написанный очень поздно, похоже в подражании, может быть, даже греческим каким-нибудь, но очень интересный. Хотя там уже люди, которые это писали, они плохо себе представляли ту эпоху. Этот Аллаферн, якобы ассирийский военачальник, на самом деле носит почему-то персидское имя. Аллаферн — персидское имя, не ассирийское. То есть они уже перепутали там эти события. Соответственно, напротив того, когда, скажем, разрешение евреям вернуться из плена и отстроить Иерусалим, там приводится документ в Библии. И похоже, что это подлинный документ. Поэтому, с научной точки зрения, Библия очень сложный, очень трудный и все еще не очень, во многих отношениях, не очень понятный документ, потому что нету параллельных, не с чем сравнивать. И, кроме того, Библия, знаете, вопрос перевода Библии сегодня — это вопрос, прежде всего, культурный. Вот сейчас у нас в Москве делается новый перевод Библии. Он в смысле научности, конечно, выигрывает по сравнению с синодальным переводом. У него есть один крупный капитальный недостаток — он полностью утратил всякую поэзию. А Библия, это же, повторяю, это очень важная культурно для нас книга. Она скучная у них получилась. Почему-то все новые переводы Библии нестерпимо скучные. Я однажды жил в Германии в монастыре, как в католическом, естественно, в Венедиктинском монастыре. Там был такой дом для приезжих ученых и братьев, где можно было жить. Келья у тебя была, кормили там три раза в день. Очень хорошо, удобно, уютно, приятно. Настоящая монашеская келья со спятием в изголовье с Библией, при кроватном столике. Однажды мне не спалось. Я решил на сон грядущий почитать Писание, взял эту Библию. Она была, к моему удивлению, во-первых, не на латинском, а на немецком языке. Теперь уже католики тоже пользуются в Библии, в переводе на родной язык. А во-вторых, это был такой занудный перевод, что я действительно очень быстро заснул от него. Хотя там было написано, что это создано специальной комиссией. Там были профессора, епископы и разные прочие люди для всех немцев, независимо от вероисповедания. По сравнению с лютеровским переводом, это, конечно, очень жалостная зрелища. Хотя лютеровский перевод, конечно же, менее точный, что я говорил. Так вот, понимаете, к этим вещам не надо относиться обязательно к тому, что все, что там было, все так и было. Ну, например, вот этот праздник Пурим, который до сих пор празднуют люди, исповедующие иудаизм. Было ли это на самом деле? Трудно сказать. Я бы не взялся ни подтвердить, ни отрицать. Наверное, что-то такое было, с чего-то же этот праздник возник. Но представить себе, что кто-то там затеял всех перебить, это вообще никогда не делалось в древности. Вот это геноцид, это изобретение 20 века, на самом деле. Этого никто никогда не делал. Если народы исчезали с лица земли, то это не потому, что их уничтожали, а потому, что они ассимилировались. Вот так они пропадали. Они меняли язык, они меняли культуру, они... Кто живет сегодня в Ираке, вот эти арабы иракские? Там живут потомки тех же шумеров, акадцев, ромеев и так далее. Они те же самые, по крови, но совершенно другие по языку и по культуре. Так что в эту историю я, честно говоря, не очень верю, хотя и возразить нечего. Данных, которые бы этому противоречили, тоже не существует. Более того, ну даже такая капитальная вещь, как, скажем, исход из Египта, она содержит массу странностей, этот рассказ об этом исходе из Египта, которые делают его, в общем, не очень правдоподобным. Ну, например, там говорится, что когда они уходили из Египта, там было 600... Среди них было 600 тысяч мужей, обнажающих меч, то есть воинов. То есть их было где-то миллиона два, значит, если считать там женщин, детей, стариков, негодных к службе, так сказать. Но дело в том, что 600 тысяч мужей, обнажающих меч, им незачем было убегать от фараона. Это фараон от них должен был убегать, потому что египетская войска никогда не превышала десятой доли этой цифры. 600 тысяч мужей, обнажающих меч, могли пирамиды раскатать по камушку. Знаете, так что история эта в подробностях совершенно неправдоподобная, но это не значит, что ее на самом деле не было. Знаете, насколько это все сложно? Действительно, нам известно, что в Египет время от времени приходили из Палестины какие-то семитские племена. Их пускали египтяне в Дельту, там можно было пасти скот. Ну, когда очередная серия ЗАЗУ в Палестине была, они приходили сюда со своим скотом, там можно было пасти скот. Потом они уходили, иногда их, может быть, и не пускали, уходили тайком или как-то еще. То есть степень историчности этой истории не поддается точному определению, к сожалению. Что-то такое там, по всей вероятности, было. А вот что именно? Дело в том, что некоторые из израильских колен, по-видимому, не имели предания об исходе из Египта. А вот только когда они, так сказать, объединились в единый народ, это распространилось на всех. Значит, может быть, какие-то колена действительно уходили оттуда против воли властей. Такое вполне возможно. Это вполне возможная вещь. То есть вот Библия, как и любые другие подобного рода источники, это источник очень-очень сложный, очень многослойный, очень, ну, короче говоря, дело в том, что никто не ставил там своей целью ввести нас с вами в заблуждение, как написано в антирелигиозных разных этих самых, где пишется, что религия, что религия придумана жуликами для дураков. Конечно, это не так. Религия сыграла чрезвычайно важную историческую роль в становлении человечества. И самые трудные документы, самые трудные тексты для понимания, это как раз тексты вот такого рода. Вот эти. Если, скажем, если мы перейдем к какой-нибудь другой религии, к религии огнепоклонников, вот зарастрийцев, от огромного, по-видимому, свода этих текстов, Овесты этой самой, осталось где-то, наверное, четверть или треть. Огнепоклонники теперь живут в основном в Индии, потому что мусульмане, вот мусульмане их преследовали, истребляли, они оттуда бежали. Живут они в Индии в основном, и своих молодых людей учиться читать и понимать Овесту, они посылают в Париж, потому что Париж — это мировой центр изучения Овесты. Сами они уже этого делать не умеют. А тем более, когда речь идет о многократно подвергавшемся переводу тексте, вот как Библия, понимаете, повторяю, сейчас перевод Библии — это больше перевод, это больше вопрос культурный, чем вопрос филологический. В общем, там все уже понятно. А что непонятно, то уже понять не удастся. Там есть вот, называемый гапокс легоменон, то есть слова, которые не понятны, смысл которых не понятен. Потому что они встречаются один раз. Только по контексту можно догадаться, приблизительно, что это такое. С этим уже ничего не поделаешь. Если не будут найдены какие-нибудь новые тексты, а на это надежда слабая, то это уже так и останется. Но важно вот это. Но здесь еще есть одна очень важная вещь. Когда мы говорили о культуре, возвращаясь к первоначальному смыслу моих лекций, я хотел бы сообщить вам вот что еще очень важное, что тоже надо иметь в виду. Все культуры существующие можно разделить на две категории. Это культуры правил и культуры текстов. Что это означает? Культуры текстов — это такие культуры, в основе которых лежат созданные людьми тексты в самом широком смысле этого слова. Словесные, музыкальные. При этом эти тексты в этой культуре живут неограниченно долго. Они не стареют. Скажем, вас никогда не удивляло, что китайцы сегодня читают тексты, написанные две с половиной тысячи лет тому назад. Благодаря китайскому письму они, конечно, произносят это не так, как тогда произносили, но они это понимают. Благодаря особенностям китайского письма. Можете вы себе представить текст, написанный, допустим, на славянском, ну, на праславянском, на предславянском каком-то языке, две с половиной тысячи лет тому назад, и чтобы его сегодня читали. Но мы с вами не читаем сегодня и двухсотлетней давности, и трехсотлетней давности тексты в основном. Слово о балку Игореве, кто не пробовал читать оригинальную? Пробовали? А попробуйте. Интересный эксперимент. Много ли вы там поймете? Вот, не в переводе, а в оригинальном. Я имею в виду. Так вот, культуры текстов, это вот такие культуры. Они, причем все древние культуры, есть культуры текстов. Вот почему Библия и дожила до наших дней. Эти тексты без конца переписываются, потом без конца печатаются, и они существуют. Культура правил это такая культура, в которой основную роль играют не тексты, а правила составления текстов. И правила эти меняются. Вот культуры текстов не знают кризисов. Бывает застой там, конечно, на много веков, но кризисов они не знают. А вот культуры правил часто переживают кризисы, потому что правила меняются. И вот европейская культура, она несколько раз менялась, может меняться вот этот характер культуры. Древнейшая там эллинистическая, античная культура, это культура текстов, как все древние культуры. Средневековая европейская культура, это тоже культура текстов. А современная европейская культура и наша тоже, это культура правил. Кстати говоря, культурой правил становится и китайская культура, и японская культура, которые тоже были культурой текстов. Вот чем это важно и интересно? Это важно в том смысле, что культуры эти, культуры правил, они резко меняются, быстро, в течение короткого срока. И более того, они отвергают то, что было до. Это старина, это барахло, это выкидывание. Ну, вы же знаете, что футуристы предлагали сбросить Пушкина с парохода современности, например. Не нужен он больше. Устарел. Эти культуры зато более динамичны, они более быстро разбиваются. Так что сказать, которое из них лучше, я не знаю. Но тут вот такая вот вещь. Вот так обстоит дело из Библии. И так же обстоит дело с Овестой. Так же обстоит дело с Кораном. Все религиозные культуры – это культуры текстов, потому что в основе каждой такой культуры лежит некий текст, ну и он только обрастает комментариями истечением времени. Сам текст ни изменениям не подлежит, ни тем более каким-нибудь сомнениям. Как там написано, так все это и есть святая истина. Вот это очень важно иметь в виду. Даже, ну вот я там говорю, что вот это вряд ли, это так, это сяк. Поэтому, хотя эти тексты, конечно, могут и должны рассматриваться как исторические источники, но очень осторожно, с учетом психологии, с учетом прошедшего времени, с учетом того, как те люди представляли себе вот то, о чем они пишут, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это вот что касается Библии. Поэтому мы имеем на сегодня уже довольно много переводов Библии, как Ветхого, так и Нового Завета. Кстати, о Новом Завете тоже несколько слов следовало бы сказать. Здесь очень важно иметь в виду следующее. Новый Завет основывается на греческом переводе Библии. Новый Завет ведь тоже написан по-гречески. И там цитируется греческий перевод Библии. Библии. Здесь тоже важно иметь в виду вот что. Когда дело в том, что Иисус, Он является историческим лицом, вне всякого сомнения, когда Он выступил за Своей проповедью, Он не имел в виду, что Он обращается ко всему человечеству. Там, наоборот, Он подчеркивает, что Он послан только к заблудшим овцам Дома Израилева. То есть, Он обращается только к Иудееву. Поэтому настоящим творцом христианства, уж вы меня извините за эти безбожные речи, должен считаться апостол Павел, который сделал вот этот решающий шаг. Он обратился к язычникам с этой проповедью. Не только, Он по-прежнему обращался к иудеям тоже, но к язычникам. Вот тогда христианство начало становиться мировой религией. Иначе оно так и оставалось бы на положении той же секты, как Кумраниты и так далее. И оно имело грандиозный успех. Это, кстати, очень тоже интересная история. Почему вот определенное время стало временем, вот этим осевым временем, когда возникают вот эти новые этические, догматические и прочие религии. Что-то такое произошло. Какие-то перемены произошли в человечестве, когда оказалась затребованной вот такая религия. Они стали нужны. Этих пророков и проповедников стали слушать. Ведь если мы читаем с вами Библию, мы должны обратить внимание, кто создал монотеизм? Библейский монотеизм. Библейский монотеизм создали пророки. При этом их проповедь была в основном как раз проповедью этической, не богословской. Пророк говорит, а ты, он, его голосом говорит Бог, что он не хочет жертв. Ему не нужны обряды. Ему не нужны жертвоприношения. Ему нужны добрые дела. Помогите больному. Защитите вдовую сироту. Вот тогда, тогда приходите, и я буду с вами разговаривать, говорить Богу. Это совершенно новые идеи, конечно, по сравнению с религиями ранней древности. И пророки за это часто платили головой, за эти речи. Но эти речи упорно продолжались. Так что вот я бы сказал, что самое интересное в Библии, это как раз не истории, когда и как возник Пурин, а вот проповеди пророков. Вот это надо читать. Вот это, вот там хорошо видно, как с кровью, со своей кровью, пробивала себе путь, вот эта новая религия, религия этическая, религия служения добру, религия добрых дел. Вот они это делали. Это сделали пророки. И так было везде. Ну, посложнее в некоторых местах, с учетом местных, ну, можно добавить к этому месту, как экскурс от других религий. Ну, Заратуштра был, по-видимому, современником от самых старших библейских пророков, если не правы те авторы, которые считают, что он жил лет на 500 раньше. У нас нет доводов ни в пользу, ни против этого. Так вот, и там во вести говорится, что человек должен служить добру, что сеяние хлеба гораздо важнее, гораздо угоднее Богу, чем тысяча молитв и любые жертвоприношения. и так далее. И все остальные религии осевого времени, они говорят то же самое. Значит, самое главное в них, вот не эти занимательные, конечно, истории, там есть еще более занимательные истории, есть загадочные истории, непонятные истории, но главное — это превращение, это становление этической религии. Вот, в конце концов, иудаизм стал этической религией, и потом появилось христианство, потом и ислам, и все это этические религии. И все это работа пророков, последним из которых был вот Мухаммад. Кто такие были пророки с точки зрения вот истории? Тоже, между прочим, интересный вопрос. Вы обратили внимание, кто читал Библию, как становится пророком в Библии? Как человек становится пророком? Никто не обратил? И вы тоже? Да. Очень интересно. А зря. Какое явление? Нет, совсем не так. Совсем не так. Вот я тоже задаю своим студентам вопрос, вот как человек делает, почему вот Бог избрал именно этого человека? А вот за его добродетели, там, и прочее, прочее, отвечают мне мои студенты. А я говорю, да нет, потому что по сравнению с величием Бога любые человеческие заслуги ноль, все равно. В том-то и дело, что пророками становились случайно. И услышал я голос Бога, говорящего, кого мне послать? И сказал я, вот я, Господи, пошли меня. Ладно, сказал Бог, ступай. Все равно, неважно. Это не какие-нибудь особенные праздники, но когда его уже послали, он не отступает. И идет до конца. Многие из них, как я уже сказал, кончили свою жизнь в ужасных казнях. Вот. И это очень интересно. Вот знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк». Как начинается, кто помнит? «Буховной жаждаю томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепуте не верился». Это тоже очень интересно. А ведь, оказывается, что тут, в чем тут дело? Он хотел стать пророком, он искал Серафима, и Серафим был ему послан. Это совершенно другое представление об авторстве. Вот, что тут мы видим с вами. И в пустыне мрачной пустыня это что? Нища духом. Отнюдь. Отнюдь. Пустыня? Нет. Это настоящая пустыня, только не то, что мы себе представляем. Мы обычно представляем себе пустыню как бесплодное место, да? А в древности пустыня это место безлюдное. Где нет, это место за пределами цивилизации, за пределами культуры. Там это страшное место, там бродят злые духи, там бродят непогребенные мертвецы, там вообще жутко. Вот он и пошел туда, в это страшное место, чтобы в надежде вот там встретить Серафима. И интересно, как меняется представление о пустыне у христиан. Вы помните Лермонтовского пророка? Что-то вы как-то с литературой у вас не очень хорошо, с русской литературой. Не хорошо. помните с тех пор, как вышли судья мне дал все ведения пророка? Посыпал пеплом я клому из городов, бежал я нищий, с тех пор в пустыне я живу, как птицы даром божьей пищи, завет предвечному храня, мне там покорна тварь земная, звезды слушают меня, лучами радостно играет. Это что? Это другое совсем. Это прекрасная мать и пустыня в христианских песнях. Это уже другая пустыня. Это пустыня, куда убегают от мирской суеты. Совсем другая. Это вот тот пророк, пушкинский пророк, это пророк ветхозаветный, а Лермонтовский это уже христианский проповедник. Совсем другое дело. Вот там уже нас выгонять хотят, да? Да ладно. Давайте мы тогда в следующий раз будем договаривать об этих вещах. Мне бы очень хотелось, чтобы вы задавали вопросы, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы убедиться в том, что это вызвало у вас какие-нибудь мысли, все, что я у вас тут проповедовал. вы видите, - Спасибо.